Весь Первоуральск следит за резонансным судебным процессом. Участкового, теперь уже бывшего, обвиняют в жестоком убийстве. С подробностями Ксения Момот. В деталях семейной драмы теперь разбирается суд. В Первоуральске местный участковый зарезал собственную жену, следует из материалов уголовного дела. Сам подсудимый пытается доказать, это была самооборона. Мать смотрит на его, на живого. Она только на портреты, только каждый день плачет. Матери погибшей Ксении в коридоре суда подруга измеряет давление. Здоровье женщины подкосила трагедия, которая случилась в апреле прошлого года. Ее дочь решила развестись с мужем. Супруги спорили из-за ребенка. В пылу очередной ссоры Иван Веснин схватился за нож. Нанес ножом Весниной не менее трех ударов в волосе грудной клетки. Адвокат подсудимого настаивает, это была самооборона. Раненым оказался и сам Веснин. Якобы Ксения нанесла мужу первый удар ножом. Мать погибшей в это не верит. Был бы такой закон, смерть за смерть, кровь за кровь, я бы, наверное, на это бы пошла. Она даже муравья не обидит, а тут, значит, она руку подняла на его. И тем более он милиционер, что он защититься не мог, там, за руку поймать или что. Нет, не было ножей, он нож принес. Это умышленное. Родственники Ксении рассказывают, муж участковый нередко пил и распускал руки, поэтому женщина и хотела с ним развестись. О насилии в семье рассказала и восьмилетняя дочь Весниных. Хотя версию о семейном тиране пытается опровергнуть мать подсудимого. Я не собираюсь, не говорю ни одного слова, не хочу ни очернять свою кубовшую, ни одного слова не хочу рассказать по поводу. А то, что она говорит, это не у совести. В ходе судебного следствия версия о самообороне не подтвердилась. Эксперты заявили, Веснин мог нанести себе ножевое ранение сам. И, скорее всего, вложил в руку умирающей Ксении нож. Холодное оружие было в левой руке, хотя женщина была правшой. К тому же в машине Веснина нашли ножны. По приговору суда экс-участковый из органов его уволили, отправился в колонию строгого режима на 9 лет. Адвокат подсудимого настаивает, приговор слишком суровый. Защита намерена обжаловать решение районной инстанции в областном суде. Ксения Момот, Павел Гущин, События ОТВ. И после этого ЧП в отделе внутренних дел Первоуральска проведена служебная проверка. В итоге пять должностных лиц были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.